всем большой привет и добро пожаловать во второе во второе видео по нашей девочки и сейчас мы будем ее раскрашивать раскрашивать мы будем с помощью кистей то есть я буду брать какой-то определенный цвет фотографии и красить скажем так как в привычном понимании красит не объектами а просто закрашивать потом я буду разбирать нашу кисть и объединять дело и объект почему именно так это просто один из способов да то есть скажем так если есть желание порисовать просто как бы классическим таким способом то вот этот вариант очень даже подходит если хочется как-то повозюкать на кистью теперь у нас остается кисть разбираем ее и объединяем то есть мы таким образом формируем объекты основной контур у меня кстати заблокирован чтобы как-то он не мешался подбираем толщину и проходимся ровненько по краю опять же здесь я не буду вырисовывать идеальные границы то есть у меня будет какая-то легкая имитация реальной акварели то есть где-то я буду выходить за края где-то я буду не доходить до краев но и так далее покажемся я рисую однотонный цвет это будет моя подложка я снова уже потом сверху я буду накладывать тени и блики если вы хорошо владеете цветом то это отличный вариант так и рисование цветных всяких разных картинок мы нарисуем вместе лицо и далее я уже ускорю и обведу все остальные объекты и так вот мы закрасили полностью наше лицо подправляем если что-то сильно прям влазит теперь все выделяем разбираем оформление и объединяем таким образом у нас получается один готовый объект и сейчас так разными объектами а я окрашу всю нашу девушку ускорю и увидимся когда вся моя девушка будет обведена опять пипеткой беру цвет и делаю все то же самое спасибо Продолжение следует... 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 Итак, мы разбираем границу, которая у нас, именно контур. То есть теперь у нас девочка полностью должна быть векторная. Видите, у нас есть какие-то открытые пути. Давайте их найдем. Я выделяю кусочками, и там, где ноль, я блокирую. Таким образом я нахожу те объекты, где у меня есть открытые пути. Вот, видите, нашла ненужную точку. Кстати, таким способом очень удобно. Можно искать открытые пути даже в очень объемных работах. А, кстати, еще губы у нас не окрашены. Губы попозже немножечко окрасим. Вот, девочка у нас, в принципе, готова. В следующем видео мы добавим ей какие-то тени и блики. Надеюсь, видео было полезным и интересным. И до встречи в следующем видео. Всем пока!